на дыма привет кто смотрит на дыма всем привет сегодня будет продвинутая тренировка для того чтобы всегда оставаться в форме ведь похудение самое важное не то чтобы похудеть сколько удержать вес и удержать результат а в этом нам сегодня поможет гуру фитнеса профессионал строительства кубиков он покажет их сегодня вам а вот ой мать его за ногу он нам сегодня расскажет как оставаться всегда форме покажет как он тренируется что нужно для того чтобы вот это было на ваших телах всегда потому что я всегда за ним смотрел всегда в отличной форме я рекомендую просто досмотреть это видео до конца мы сегодня снимаем самом продвинутом зале самым продвинутым специалистом друзья будет интересно погнали за тренировку нас порвется не знаешь есть такая ситуация ты наверно замечал вот эти вот там блогеры когда снимают какой-то видос там прям прикалываешься начинает разминку видно что он первый раз жизни скакал всегда начинают тренировку с разминки так далее у тебя с разминки начинается но она там пять минут просто динамическая суставная растяжка и все у меня же плечо больное и вот у меня ограничение пошире возьмись у меня ограничение раз такие нужные статья плечо больное работать на мобилизация стабилизация про меня вам дело нерве у меня вот вот здесь вообще честно говоря еще с кардио начинаю на сухую не люблю потому что я еще такой сонный знаешь с кардио сколько ты делаешь ну от 20 минут может быть до часа как пойдет просто для разминки да знаешь погреться проснуться и ценность чуть запустить получается у тебя перед силовой до 20 до час а утром делаешь что-то ну вот утро у тебя все приезжают тренироваться утром утром знаешь по графику у меня первостепенная там с точки зрения приоритетов последовательность эта работа если в этом я свободен условно говоря да я с утра приезжают мы сейчас погода офигенная на кайпич хожу здесь там пробежаться кайфово что бег мне нравится знаешь с точки зрения локомоции вообще самого факта того что ты можешь бегать о прикольное упражнение слушает для плеча мне кажется вообще нормально для мобильного вообще плечевой сустав он самый мобильный и за это расплачивается но с точки зрения своей уязвимости если у тебя какие-то мышцы которые его там стабилизируют зажаты нужно все равно дать ему определенный диапазон движения вот у меня как раз зажаты но вот это упражнение мне получается делать я очень все делают и я всегда регулирую смотри в этом не знаю ты берешь но у тебя да у тебя у меня угол намного шире там есть вот эти маленькие пиздюшки мышцы коварные там малая грудная подлопаточная там и так далее у меня вот воспаление не старайся еще локоть тоже не сгибать когда не сгибать да просто ну не пытайся надужно делать тяжело делай комфортно просто постоянно с полотенца можно дома делать а вот эти тоже лайфхак для зрителей потому что очень часто у людей болят плечи я вот написал что у меня болит плечо народу просто мучается с плечами вот я первое упражнение которое вообще могу делать чтобы заводить вот так мы больше я под штангу образного сейчас приседания да у меня вот все ограничение но это и есть прецедент предпосылка то есть вот наши по сегментам если брать шея это стабильный регион она должна быть стабильна вот эти вот мостики борцовские все такое это априори история там не перспективная плечевой сустав должен быть мобильным грудной отдел позвоночника мобильным поясница наоборот стабильным никаких тракций вытяжения там лишних движений и так далее тазобедренный сустав тоже должен быть мобильным коленный наоборот стабильным то есть вот эти вот разминочки так себе история да да а голеностопный соответственно тоже мобильным вот эти упражнения аля там с диском вот так вот это нет он смотри тут всегда вопрос контекста то есть при том что ты пытаешься стабилизировать там поясничный отдел позвоночника и таз должен движение выполнять в грудном отделе позвоночника и плечевом составе это окей просто важно как ты его делаешь по делаем 15-20 раз делается классное упражнение ребят ты не разминаешь то нет если бы ты сделал кардио ты уже потеплее немножко был там допустим я делаю делаю кардио я с утра делаю кардио а перед силовой минут пять-десять но на самом деле я перед силовой просто какой-то там дальше суставную размину вот самое главное дальше алгоритм меня такой вертикальные махи ну такой да такую-то я делаю ну то есть основная получается давай свой алгоритм так чуть потемли потом по диагонали опять грудные разбрасывал прелюдия мне кажется забавно смотрится вот это движение было да тут вопрос не в том забавно не забавно главное чтобы но эффективно и по просто пассивную статическую растяжку сейчас хейтит этот тренд если абстрагироваться то в действительности нужно стараться опять обуславливать вот этот диапазон движения каким-то движением то есть каким-то упражнением например при правильной технике там условно говоря там постепенно увеличивать амплитуду движения при стабильной пояснице в том же приседании это лучше чем просто опять-таки пассивно статически тянуться нормально устал устал я просто дух перерабатывают в информации ты умно говоришь и я надо надо задуматься о том что ты говоришь поэтому я так реагирую я обычно просто там типа 10 приседаний делаю так погреть я обычно никогда не делал просто энергетику саживаю иду тренироваться ну да мы-то заряженные с тобой энергетики показательная же история не только показательная ну я еще я 20 сделал у меня все обязательно обседал алгоритм рабочий сто процентов какой-нибудь кардио но обычно я даю из серии там грибной тренажер или аирбайк где перекрестное движение какое-то присутствует эллипсоид для того чтобы верхней и нижней конечности поработали потом приступаем к суставной разминки там 35 минут ну там 10 раз присели не вот как ты сейчас 150 все дальше поехали это те движения которые позволят тебе реализовывать и движение которые запланированы тренировки то есть активация двигательных центров нервной системе немножко вот это вот разогреться по ямс и пресс сначала обычно делают и как ну давай сделаем вообще пресс делаю очень мало два раза в неделю по одному упражнению вот здесь да 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 ноги туда наверх обратно скручены да правильно сказал академическим языком горжусь это я я же на него смотрю это мой этот кумир да правильно но при этом я говорю здесь все окей вообще тут мы постоянно контент-мейкеры эти везде я врача здесь ребят чтобы вы понимали кто такой валера ты делаю упражнения я просто тебя представлю аудитории покажите упражнения как порядке мне со своей массы еще надо нет я сейчас просто тоже пару аспектов объясню потому что знаешь как сейчас секундочку послушай пожалуйста выслушай выслушай расслабься выдохну опять когда там очень часто смотрю какой-то контент ребята делают они начинают какие-то несвойственные для себя упражнения делаешь который выглядит эффектно есть эффектные упражнения есть эффективные и условно говоря помнишь мы когда занимались еще в надыме я вот это упражнение делал там по 150 раз 20 подходов и это не работало то есть важно создать ну прецедент то есть историю где мышцы там выполняют свою функцию если взять там прямой мышцы живота это сгибание поясничного отдела позвоночника все что тебе требуется согнуть разогнуть последовательно плавно с постоянным контролируемым мышечным ощущением не машем на так аккуратненько боль не согнута 90 градусов мысками шнуровка тянешься до моей ладони стараешься не ноги поднимать а таз поднимать да и чуть чуть повыше медленно медленно опускаешь крестец коснулся и снова старайся чуть меньше помогать руками и чуть медленнее опускать сейчас вообще скучный будет деморализующий контент в том смысле что если вы каких-то тяжелых упражнений каких-то там раскрытия каких-то секретов просто такая рутинная последняя работа вот реально я не делаю много упражнений на пресс я просто делаю качественно и плавно под контролируя до упражнений вот это упражнение я тоже делаю на пару раз в неделю не часто больше для того чтобы разогреться пор там немножко включите потом пару раз мы pas 진행е в упражнение до нуд два три подходе когда мы не стремимся выполнить какое-то определенное количество повторений стремимся качество нагрузить мышцы целевой условно бы то создать условия для того чтобы она сокращалась соответственно разм孙 저는 ну до отказа или нет это одно из самых эффективных упражнений по моему мнению если она выполнена правильно тут все просто прокачаны там вообще с датчиками тренируются мы вообще с тобой худышки дюймовочки по сравнению с местным контингентом хочу представить вам валеру он не просто гуру фитнеса на самом деле мы с валерой с одного города на дым я буквально полгода назад уехал с родного города валера сколько ты назад ты не в двадцать лет уехал наверно до 20 лет назад 15 лет назад до уехал валера из надыма и поехал на москву покорять москву а я за ним смотрелся когда он давал мне мотивацию того как можно уехать севера и не жить там и только лет через десять сообразил что то можно до нашел способ но валер давал мне мотивацию я просто скажу насчет его экспертности в то время когда мы в надыме когда я сам лично смотрел по youtube у как качать нижний отдел пресса да там ну там убрать низ живота чтобы увидеть пресс упокорил москву фитнесе и уже даже на америку выходил я там наблюдал за тобой там участвовал американских турнирах причем побеждал там призовы мала каламбусе да помогаю да кстати самый офигенный турнир на котором это было блин сколько лет назад лет пять да получается в пятнадцатом году был первый даже восемь лет назад то есть он тогда уже покорил тему фитнеса последние два года ты живешь в дубае то есть ему уже москва не интересна с точки зрения там и фитнеса он уже все я очень рад что мы вообще встретились потому что это мой бро лет с 18 лет 18 20 потом мы не общались конечно я всегда я просто знал я всегда не уследил мне давал мотивацию так что это крутая крутая встреча и я вам рекомендую прислушиваться сегодня к тем словам которые нам будет говорить он он в этой теме уж больше меня точно разная сегодня мы тренируемся он говорит самый лучший зал вообще наверно это в мире зал сейчас лучше вообще сейчас на самом деле это второе по хайпу и популярности зал в мире после венис бич где тренировался арнольд в лос-анджелесе сюда реально приезжает очень много там инклюенсов со всего мира они постоянно проводят какие-то мероприятия здесь очень много контент мейкеров короче здесь все фитнес-блогеры со всего мира просто посмотрите ребята просто здоровые девчонки больше 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 нас наверно да девчонки тут так что здесь ушел наверно парень у нас не разбираются тренажеры я так понял я не разбираю это это оставляю оставляем первое упражнение с которой начинается наша тренировка приседания в гаке обычно мы стараемся в первую очередь поставить то упражнение которое будет для нас наиболее приоритетными на которые мы потратим больше сил условно говоря ты не можешь тренировать все с одинаковой эффективностью должны быть какие-то приоритеты этим и определяется структура и программирование тренировочной программы все не приоритет на ногах почему в гаке он же вроде бы типа иногда говорят что не так безопасен для коленей но это стереотипы и опять типа если у тебя проблемы с коленями как бы я бы порекомендовал что-то другое если в целом для здоровых коленей вопрос артракинематики да и опять навыка то есть но я как бы я приседаю нет понять спина обязательно прижата очень плотно прижата бывает такое когда диапазон я люблю садиться достаточно глубоко называется типа full range of motion максимальный диапазон движения ты от этого получаешь больше профитов чем от какой-либо другой больше движений с точки зрения гипертрофии да но если тебя лимитирует там эластичность задней поверхности бедра тебя скручивается таз у тебя страдает поясница то не нужно садиться глубоко только до того момента когда то есть все должно определяться все равно какой-то твоей морфологии индивидуальной физически я могу приседать существенно большим весом но я стараюсь там держать низ живота там контролировать мышцы тазового дна но я на полном серьезе что касается рекордов знаешь это эго лифтинг я через это тоже прошел я думаю ты тоже то есть это не несет каких-то выраженных преимуществ ну классно приседаешь лишь комплимент при этом я смотрю ты делаешь смещаешь акцент стопы вниз то есть больше на квадро до смещаются ну да рычаг смещается больше за 10 на квадро я просто бой выше ставил стопу на гайке чтобы у меня ну как вообще в принципе подразумевает колено доминантное движение понятно я стараюсь так работать что у меня была стабильная стопа она не отрывалась там и при этом очень большой диапазон движения чё поскольку повторений то сколько у нас тут сегодня работу я делаю на 6 8 6 8 повторений в каждом подходе а сколько подходов будет у меня по плану два рабочих подхода 2 у меня да у тебя видимо тоже ну нет я три рабочих обычно больше не делаю я по плану у меня не рандом у меня программа подразумевая программа сейчас такая да а бывает по 15 работаешь приседаниях нет он жопой в пол приседает ты же просто я же говорю он гуру фитнесу лягушка здесь нормально начни примут за своего все кричат это они еще не кричат они разогреваются еще довешивать будем или нет я все что да я тоже все нормально и когда особенно окружение поставить игре да ты так классный классный но тяжело только в себе находить да это мотивации а сюда приходишь здесь носики заряженный бодрый такой думаешь блин надо работать надо работать прям как бодибилдер это валера каком году это 2016 2016 это условно говоря было масса наборка что касается времени отдыха между подходами здесь основной критерий это улучшение производительности в рамках упражнения время не должно тебя лимитировать в этом смысле если ты пытаешься работать активнее интенсивнее и отказывается на том что ты делаешь упражнение менее результативно то нужно это делать можешь выстроить программу таким образом чтобы комбинировать упражнение допустим весь ты хочешь поддерживать поставить сердечную активность там приседания с каким-то уже более легким движением которые у тебя в этой программе заложено для того чтобы ну не отдыхать и время да ну чтобы сократить продолжительность тренировки там то есть когда тренируешься там по два часа но это ту матч ну именно с точки зрения временных затрат с точки зрения вот позиции плечевого сустава стабильности мышц которые ассистируют этот процесс упражнение ну под очень большим вопросом чем лежа его не рекомендую в общем лежа обычно хотел сказать то что у меня плечо болит и я только под углом могу нормально сжать потому что опять таки это супинированное положение для плеча но более стабильно это как вот эти все упражнения которые ты делаешь понимаешь да поэтому мы делаем плюсе и вообще через боль вообще ничего не надо делать то есть это не критерии упражнения но любое упражнение это средство для реализации стимула их их у массы ты можешь подобрать для себя с точки зрения того стимула который будет влиять на гипертрофиль на приходит серьезные тренажеры и в россии конечно таких не видел как жим лежа но только намного мне кажется удобнее сейчас мы подготовимся к соревнованиям по низ потренировали ноги потом грудь да это у тебя так и идет по очередности точки зрения опять формата работы там full body да когда мы делаем все подряд но происходит какое-то чередование да обычно ты чередуешь там приоритетные сложные упражнения с какими-то более легкими рассеиваешь нагрузку сверху вниз и уже кровь в одном регионе не застаивалась это много лет тренировался в зале где у меня обычная наклонная скамья знаешь это можно просто скучно и опять же зрения стимула работа в тренажерах она всегда уместнее короче ты хочешь сказать что наличие вот такого суде супер при фенди боберного зала с супер прокачанными тренажерами не не ключевой фактор успеха достижения строительства тела это чисто если есть возможность это антураж окей мы тестируем все эти возможности давай накинем по десятке как часто у тебя силовая тренировка у нас каждый раз у тебя full body сейчас да опять на эту травму повлияло и моя занятость на текущий момент сейчас четыре раза в неделю четыре раза в неделю силовая сколько ты делаешь аэробного и движений вообще шагов там и какая активность чтобы вот такой процент жира поддерживать мое тело я привык работать на эскалаторе там очень много делать кардио вообще как бы изи но я могу там даже вздремнуть немножко сколько на экскалаторе ходишь вообще у меня был рекорд нас про я пять часов подряд ходил вот а так в среднем но сейчас наверно в районе часа полутора каждый день сейчас не каждый то что сейчас классная погода я бегать часто хожу вот еще раз вопрос четыре тренировки в неделю мы это поняли кардио сколько ну вообще я сторонник того чтобы она была постоянно каждый день ну каждый день либо бег либо искал опять смотри нет бег это все особенности если нравится бегать бегать я понял твое вот мы сейчас интересно про твои кубики то есть каждый день либо бег либо эскалатор да но при этом опять я просто не хочу чтобы это было неправильно интерпретировано меня были периоды я повредил колено я не мог делать кардио хоть даже ходить на дорожке хрома им я поддерживал эту форму я могу делать много эскалатора там у меня ты это делаешь просто потому что тебе нравится удовольствием это безусловно получаю просто ты когда еще понимаешь то что ты получаешь от этого кардио как бы вообще кардио совершенствует механизм тканевого дыхания основной источник образования энергии в организме условно говоря когда ты чувствуешь вот усталость вялость и так далее твой организм так устроен он синтезирует энергию видео т.ф. молекулы т.ф. под запрос клетки то есть если нет потребности они будут давать я тоже заметил что ну вот когда будучи худеешь ты повышаешь свою активность каждый раз этапом с этапом там больше больше можешь ты больше больше еще можешь делать аэробного движения там сначала с 10 12 тысяч шагов начинал заканчивал среднем на двадцатке при этом еще дополнительно кардио эллипсы добавил через день там и я замечаю общее состояние больше энергии при этом я больше пошел в день физически но при этом больше энергии все больше и больше то есть это ты прокачиваешь свой левел энергетики образ и ты тут надо понимать опять очень неправильная позиция когда ты рассуждаешь точки зрения того что ты делаешь энергию кардио для того чтобы похудеть вот сейчас сбросить за счет этого вес это работает но ты вносишь вклад вообще в способности твоих мышц к окислению жира жира в том числе да и ты совершенствуешь эти процессы благодаря чему ты впоследствии можешь больше сжигать за единицу времени и для жизни и для вообще и для физической активности но при этом у меня допустим какая позиция если я с кем-то с ребятами работаю персонально я даю им задание там ну внедрять в акцион кардио но и навязчиво то есть если тебя тошнит от этого кардио уже неприятно социативной связь выстраиваться не делай его вопрос взял закончил ненаций на силу этих тихих порагом ставить короче мы потренировали ноги потренировали грудь и сейчас переходим на спину в принципе я честно такую же тренировку у себя свою делаю правильно то есть я не ожидал конечно смотри опять все должно определяться не интуицией а смыслом то есть условно говоря если ты там сделаешь тренировку сплитовую классическую на ноги первое упражнение окей второе да но производительность будет снижаться и вот этот тренировочный эффект который стимулирует гипертрофию он тоже больше не значит лучше лучше это лучше он не будет лучше твоя производительность будет ниже а если ты органично переспределишь этот объем в течение недели то тотал сумме ты сделаешь больше и производительность в отдельно взятом упражнении будет больше а как делать подбор упражнений без разницы отталкиваясь от функции каких-то субъективных предпочтений и кпд то есть например если кто-то в каком-то упражнении смотри образно вопрос сейчас более практический для если ты увидел это упражнение у блогера или ты купил у него программу тренировок и там именно это упражнение но но тебе мать его за ногу не заходит а ты можешь его заменить таким же который тебе подходит но таким же я имею ввиду по функции мышц есть кпд принять именно блогерского упражнения которые тебе любое упражнение средства на реализации стимула ты им жонглируешь как хочешь ты можешь взять все что угодно да таких тренажеров в россии конечно тяжело поискать но под подобные есть я вот когда захожу в тренажерку часто вижу такой тренажер и сразу же его делаю бро я правильно делаю старайся сильно не прогибаться в пояснице и тебя опять амплитуда нужно то есть вытягиваю плечо полностью и руку тоже не стесняйся а еще знаешь старайся поясница все равно не перегибали разгибать смотри мы получается поняли как ты тренируешься четыре раза в неделю на текущий момент да кардио получается каждый день у тебя какой-то либо бег либо эскалатор исходя из твоих возможностей времени сил и так далее но есть каждый день по шагам у тебя сейчас такой период когда очень хорошая погода в дубае я там бегаю хожу на прогулки у меня около 20 выходит этот момент я делаю очень мало кардио то есть если у тебя 20000 я себя не носил то есть это не никак бы не погни критерий опять это не ключевой фактор мать его вот этого расскажи как что-то жрешь как я тебе рассказывал то есть у меня были периоды в жизни когда я не делал кардио совсем это никак не влияло ну то есть это такой фактор очень важный как с точки зрения мотивации так и с точки зрения индуцирования процесса там жиросжигания снижения веса и так далее но еда определяющая ключевая единственный совет который я хочу дать это не пытаться обманывать себя там не вестись наверное на какую-то популярную популистическую историю блогеров которые транслируют на своих страницах что-то типа я ем все подряд там и в обмене только в калориях нет это имеет место быть это состоятельно но в целом те хотят казаться лучше чем они есть и на самом деле для того чтобы похудеть есть приходится мало и детс как мало с этим нужно смириться да я подтверждаю его мысли и причем опять не с точки зрения парадигмы я ничего не жру потом меня срывает нужно все-таки еще стратегически при распределить усилия то есть я уже в мебинаре рассказывал что на стиле воли я там худел к соревнованиям много раз прям в кости там с минимальным процентом жира но сила воли заканчивается это исчерпаемый ресурс и в конечном итоге это проблема с которой сталкиваются большинство там соревновательных спортсменов они схватывают там расстройство пищевого поведения и потом начинают оверлоуд пережирать да да я соглашусь когда сильно ограничение да потом переживаешь ну вот хочу противопоставить тоже такому вот этому твою заявление что ну надо есть им меньше да чтобы худеть ну вот смотри я в своем контенте я думаю что ты не сильно много его смотришь но пропагандирует что в принципе человек там есть жирная там рафинированная он же небольшим количеством еды может переесть легко свою норму образно там две с половиной тысячи калорий я на завтрак съедал когда жирею две с половиной тысячи ну ты сам знаешь как можно легко набрать сколько там калорий и образно когда худею я тоже две с половиной тысячи калорий ем на это блин типа там сырники это курица это овощи это реально ну типа много еды просто она достаточно диетичная да такая можно сказать просто море низкой калорийной плотностью да ну ты так тебе тебе ли не знать но я имею ввиду что ты прям заявил сейчас но опять не нужно себя обманывать нужно есть действительно мало ну вот я сейчас нужно есть меньше да то есть нужно испытывать легкий голод правильно второй момент эмоциогенный не нужно компенсировать и делать из еды там культу словно говоря до сих пор пока ты психоэмоциональной точки зрения начнешь спокойно относиться к еде все время будешь в этом замкнутом круге там делаешь кардио потом ешь потом делаешь кардио потом два дня не ешь что на выходных отъедаешься короче я немножко так эту идею раскрою твою еда не должно быть быть основой твоего удовольствия наверное да и вот то есть ты допустим ты тренируешься такой-то выел сейчас кардио сделала час худею блин для того чтобы поесть да а чтобы для этого сделать наверное скорее всего надо еще и с эмоциями своими разобраться да если у тебя стресс и какие-то эмоциональные переживания но как правило ты ешь либо от скуки либо заедаешь компенсируешь и так далее так далее то есть еда становится средством для строительства положительных эмоций это это очень тяжело признать и с этим отработать потому что мы все подвержены да я тоже опять я не идеализирую я так же как и все там сталкиваюсь с проблемами и так далее я пришел к тому чему я пришел да сторонник того что должны быть исключены все перекусы с точки зрения опять каких-то стратегических преимуществ потому что когда ты голоден когда ты хочешь есть ты хочешь есть когда ты хочешь вкусняшку ты хочешь вкусняшку это уже эмоциональное пристрастие в этом нет ничего плохого но насколько тебе это позволит вот стратегически выдержать там словно говоря я помню готов к соревнованиям у меня было там 2000 калорий рацион 200 из них приходилось на батончик дальше это для меня была такая ну вот так и есть я сколько раз кудею вот эти вот батончики вот эти вот вкусняшки которые я транслирую себя в канале там приготовить какой-то кексик это вот это вот я не говорю что это чисто вот от голода до помогает ваш от головы ты можешь курицу приготовить быстро и сожрать ее вот хочется балансировать и быть с удовольствием и с кайфом да я говорю хочется не просто быть сухим а при этом есть все что ты захочешь от этого но я к чему подвожу вообще я в принципе избегаю категоричных суждений и крайности если то последовательность действий которые ты придерживаешься не приносит тебе этого результата которым ты стремишься нужно с этим работать если понимаешь что тебя замыкает вот эти перекусы ты срываешься седаешь не один батончик а 10 попробую убрать из рациона попробую перри вообще исключить тогда если это триггер на короче триггеры на как я не знаю как сигарета как кальян как какие-то привычки уже не корпуса должно быть вертикальным а локоть смотреть пол то есть старайся не заводить локти за спиной плечи за спиной а чуть перед собой дело движение чуть отца ближе к краю назад здоровый ты сколько весишь сейчас 94 у меня кость тяжелая то есть я сижу напротив там с человеком который выступает соревнуются у нас один вес раза в три меня здоровее вырос какой 185 183 меня 185 я 99 вешу обычный мой вес участвовал 4 ты сказал что я похудел я обычно вешу 97 3 килограмма я планирую сейчас медленно набрать килограммчик мышц и может быть чуть-чуть жирок подкинуть ты считаешь калории нет ты не считаешь калории расскажи свой типичный рацион за день чтобы оставаться в таком проценте жира вот сейчас 10 процентов жира что-то и за день ешь я ем углеводы я их не исключаю меня в рационе наверное от 150 до 400 грамм углеводов вот когда их считал зависимости от тренировочной активности если на тренировочная плотность высокая это какой-то ударный тренировочный цикл углевода будет меньше если какая-то рекавери неделя углевода будет меньше жировой и что из углеводов бишь я люблю дикий рис я ем рис в виде там роллов сашими сашими а суши то есть рис лосось такая понятная еда резистентный крахмал да и вот этого но опять не ключевой фактор я считаю что во первых очень важно в тренировочный день потреблять энное количество углеводов зависит размер на тренировочной активности там батат тыква свекла у меня в салате все такая история лентил чечевица было и каждом приеме пищи там но органично распределять меня получается как правило есть не чаще трех раз в неделю день он мало есть чтобы худеть день но я всегда докидываю протеин я никогда и последние лет семь не пил протеин вообще стараюсь едой добирать но это вкуснее приятнее полезнее но я объективно не добираю то количество белка которая создавал добавлять сейчас я 40 грамм белка виде протеина почти каждый день жирность рациона большая у тебя жиров в рационе мне очень много то есть если раньше когда готовился я всегда придерживался концептуальной диеты и парадигмы где количество жиров редко когда поднимается вообще выше 70 грамм еще чего у меня были проблемы там с калестерином там и так далее сейчас у меня вот этот протокол называется look up high fat жиров в рационе я их не исключаю если я ем там цыпленка я съедаю все кроме грудки да потому что козы и кожу и там жирная рыба понятно но жиры все стейки стейки ешь мясо да да около раза двух недель но и когда хочется горит мало есть 200 400 грамм углеводов белка сколько стейки так послушаешь человек нормально живет и говорит еще чтобы худеть мало есть надо где-то что-то не сходится это где-то секрет есть на секрет есть секрет ну да секрет похудения как это навредь секрет похудения просто секрет есть секрет давай задача пузнаешь уже уметь себя лимитировать я сижу в ресторане где у меня по сути вот там какая-то мероприятие встречи ты можешь есть там достаточно много еды играть не делала к серге очень быстро но ограничиваюсь тем набором продуктов там тем количеством еды которые я считаю оптимально достаточно уже имея опыт подсчета калорий то есть если игры штаем стоит суши и piano ресторане оказался пел как я быстро торможу. Мне люди иногда замечания делают, когда в ресторан на днерождение приглашают, что ты еще не ешь. А, ты все, съел свою норму, да? Да, да, да. Вообще все, что Валера говорит сегодня, я аккумулирую для собственного опыта, и в целом этот ролик позиционируется так, что как сохранять форму после похудения, потому что самое похудение, и самое важное, это не то, чтобы похудеть, а сколько сохранить результат, потому что единицы процентов, кто сохраняет результат. И мы сегодня получаем опыт чувака, который всю жизнь причем у него не генетика, я Валеру знаю, он... Я был дрячом. Да, да, и дрячом, и не то, чтобы дрячом, я имею в виду, я знаю, сколько он пашет для того, чтобы эту форму иметь, и то, что сегодня он проговаривает, это просто делается ежедневно. Плюс смотри, форму можно поддерживать, вопрос, насколько тебе комфортно это делать, то есть я удерживал ее в разных состояниях, сейчас я без там, опять, популизма, мне реально комфортно, но я все время прислушиваюсь к себе, у меня там бывали случаи, я вчера первый раз, позавчера первый раз поел в 7 вечера, день назад я поел первый раз в 6 вечера, я понимаю, что... Это не специально, это твой лайфстайл. Да, работа, там, знаешь, какие-то дела не до этого было, плюс я еще редко, когда ем дома, я все в какой-то ресторан захожу там или заказываю что-то, но не совпадало, бывает такое, потому что опять, есть приоритетные вещи просто самополагающие, но я к этому прислушиваюсь, почему? Потому что я понимаю, что на следующий день меня может сорвать, я просыпаюсь рано, готовлю себе завтрак, несмотря на то, что я не люблю есть завтрак, а с утра, но просто для того, чтобы превенцию какую-то осуществить, и меня потом не срывало дальше. То есть ты постоянно должен менеджерить этот процесс. Значит, у нас предпоследние упражнения, можно сказать, плечи, да, сейчас? Да-да-да, отведение плеча. Отведение плеча в сторону, и потом на руки перейдем. Давай, Валеру, погнали. Да, то есть в целом за тренировку получается 8-10 упражнений, не критерий тоже. Опять, если ты сдуваешься на половине уже, то нет смысла запихивать туда больше, делать ради того, чтобы делать. Ну, понятно, у нас сегодня продвинутая тренировка для продвинутых. Да-да-да-да. Не больше 10 подходов на рабочую группу это 100%, все, что выше, это уже фиаско, причем я даже бы ограничивался 8 на одну группу. За тренировку. Да, за тренировку. Total за неделю он будет все равно другим. Так, вот, какой угол? Я так понимаю, ты вот так как-то делаешь? Ключевые особенности, вот что касается трендов какого-то понимания сейчас, это отведение в плоскости лопатки. Не от плеча, а немножко смещаясь вперед. А, вперед, да? Да-да-да. С точки зрения, опять, индивидуального устройства, плечевого сустава. Ну, я сейчас нормально делаю? Да, неплохо. Ну, и контролируемое движение, то есть это не рывок, я раньше делал там двадцатками, знаешь, вот это вот. Нужно опять поступательное напряжение, отводящее плечо, без фазы полетов, пролетов и так далее, и так далее. Должна быть точка опоры. Словно говоря, ты сейчас отводишь плечо, но у тебя очень важная мышца, его не стабилизирует, то есть она проскакивает. Ты так сомкнул лопатки, что у тебя вся нагрузка ложится на акромион. Как и скажешь, индуцируешь в работу переднюю зубчатую мышцу. Если обратишь внимание тяжелоатлетов, вот фотку любую возьмешь в инстаграме, там, ну, не в инстаграме, в гугле, у них такие огромные вот эти вот на ребрах мышцы, это передняя зубчатая, и она дает опору вот этого, для того, чтобы плечо могло отталкиваться. Если ее нет, снищается, вся нагрузка идет на плечо, поэтому тебе надо даже немножко ссутулиться и отводить плечо чуть-чуть перед собой. Неправильных упражнений нет, да, все определяется контекстом, символом, задачей. Но при этом все равно вот эти вот моменты, как, например, отведение плеча в плоскость лопатки, вот смотри, не 100% вот эта информация, руководство в действию, но гипотетически рассуждаем, чтобы нас не критиковали дельцы. Отведение плеча вот от корпуса, как правило, лимитировано углом там 80 градусов, дальше происходит вот этот вот пресловутый синдром соударения, у кого-то происходит, у кого-то нет. Как правило, ты говоришь, что плечи у всех страдают, поэтому все-таки я считаю, важно обратить на это внимание. Введение в плоскость лопатки позволяет тебе этот диапазон увеличить на 110 градусов, а если ты сипинируешь плечо на 120, у тебя ранее шоу-моушн будет больше, сайд-эффект будет меньше. Да, я тоже вот так вот получше. И вот это вот говорю, позиция, то есть не сводить лопатки, не смыкать, опоры нет, ты соскакиваешь немножко вперед, стабилизировал. Если кто-то из вас делает упражнения на отведение плеча, на дельты, которые транслируют там блогеры, ну и так далее, и вы испытываете при этом дискомфорт и ощущаете профит, не нужно этого делать, ничего не нужно делать через боль. То есть боль не критерий качественно выполненного упражнения. Тренировка не должна вас убивать, она должна стимулирующий эффект оказывать. Это любимое упражнение Мена Хенсельмана. Здесь опять вот этот аспект миотатического напряжения в ответ на расстанутое положение мышцы. Ну то есть согласно исследованиям, вот с точки зрения вовлеченности, активации мышц бицепса, это одно из самых эффективных. Стоит взять на заметку и попробовать внедрить свою тренировочную программу. Вообще нет какого-то эффективного, наиболее эффективного упражнения. Все определяется опять функцией и контекстом. У тебя руки здоровые, конечно, я думаю, что тебе даже не стоит его лишний раз делать. Вот так? Ты что-то в Москву вернешься, там в кожаную куртку не влезешь. А я не ношу, мне не влезает. Вот так или что? Да. Чуть-чуть отведи плечи назад и локти немножко дыри, и чуть наклон корпуса вперед за счет отведения таза назад. Здесь количество повторений 15-12. Я делаю в диапазоне 12-15 конкретно на этой тренировке. Нижний диапазон повторений, он в большей степени будет аккумулировать тренировочный эффект и стимулировать гипертрофию. Но вместе с тем он накапливает утомление. То есть тренировочная программа, это всегда менеджмент стимула к утомлению. Как только стимулирующий эффект, скажем так, утомление превалирует над стимулирующим эффектом, ну все идет ***. Основной критерий, по которому ты можешь это отследить, это падение функции. Соответственно, ты делаешь упражнение, ты ведешь свою программу, ты знаешь, что вот ты делаешь здесь 12 с таким-то весом, и ты приходишь, ты не можешь сделать 10. Очевидно, что утомление превышает как бы способность твоего организма к тому, чтобы его переварить. Можно себя задрочить и не вырасти, не спрогрессировать. 100%, то есть больше не значит это лучше. Да, лучше это лучше. Друзья, вот такая вот получилась у нас сегодня тренировочка, очень много полезной информации. Валера рассказал свой опыт стройности, показал нам форму, как такую форму, ну, сделать и удерживать постоянно, потому что он всегда в такой форме. Бывает даже суши еще, да? Ну, суши уже нет, да. Сейчас, наверное, еще хочет поднабрать, но вы поняли, в целом, у человека очень глубокие знания, я для себя очень много подчеркнул, и в тренировках. Нужно понимать, что это труд. Рутина, последовательность и постоянство. То есть, ну, это вот ключевые аспекты, на которых держится твой прогресс. Запомнили, друзья? Это вам совет от Валеры, да? Рутина, последовательность... И скука. И скука. Друзья, вот так Валера выглядит, просто посмотрите. И он всегда так. Это лайфстайл, поэтому, блин... Мы сегодня послушали контент, как себя вот так в такой форме держать. Вот если быть искренним, то есть из серии, сейчас форма лучше, чем, скажем, месяц назад. Но у меня сейчас цель тоже определенная есть. Я хочу стать лучше, чем был. Но мне сейчас нравится та форма, в которой я не хочу, сейчас становиться больше, условно говоря. Все, все, делаем этот мир легче, делаем этот мир легче.